На учете в первичных ветеранских организациях всех территорий округа сейчас состоят более 15 тысяч человек. Это труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, ветераны труда и 22 участника Великой Отечественной войны. За отчетный период проведено два пленума, на которых рассматривалась работа ветеранских организаций. Первый организационный пренум мы провели, как вы помните, 15 ноября 2022 года, это было в Мунино, в музее военно-подвоздушных сил. И нас с теплотой встретили, во-первых, мы начали практиковать вот эту форму не только, чтобы проводить наши отчеты, выборы и заседания, но и познать красоту родного края. Кстати, хочу сказать, что в этом году музею в Испании 65 лет. Члены ветеранской организации активно участвуют в общественно-политических мероприятиях округа, таких как выборы, общественные слушания по бюджету и другие. И что особенно важно сегодня в оказании помощи семьям участников СВО. Более 300 ветеранов постоянно заняты плетением маскировочных сетей и изготовлением теплых вещей. Второй год продолжается шефская работа над двумя классами в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики. На собранные средства приобретена оргтехника и новогодние подарки. Помимо этого, Совет ветеранов заключил договоры с благотворительными фондами и организациями по оказанию помощи различным категориям ветеранов. На отчетном собрании ветеранов за их общественную работу поблагодарили представителей органов власти. Еще раз я повторю слова благодарности вам за то, что вы в том замечательном возрасте, в котором вы находите, я сейчас вижу светлые лица и внимание, все равно продолжаете работать на благо городского округа, на благо России. Поэтому в двух словах вот так, с моей стороны беру также обязательства, те вопросы, которые есть, продолжить их вместе с коллегами вести и решать. Конечно, вы нам, как органам власти, подсказываете, критикуете, и это правильно. Почему? Потому что проблем много. Проблем много, которые необходимо решать. И мы их обязательно решим. Завершая свое вступительное слово, я хотел бы еще раз вернуться к тому, с чего начал. В следующем году нам тех же успехов, как и прошедший год, победы, безусловно, процветания нашей страны, а всем еще раз здоровья, долголетия, активного долголетия. На собрании выступили главы территориальных ветеранских организаций, которые обсудили работу председателя Совета ветеранов округа в отчетном году. Положительная оценка была выставлена единогласно. Андрей Циханович, Александр Роджевский, Щелковское телевидение.